ринг за колючей проволокой георгий свиридов часть 7 глава 16 старший санитар гигиенического института карл пайкс был доволен началом дня сегодняшнее утро мало чем отличалась от вчерашнего такой же туманный рассвет и обычный для бухенвальда сырой пронизывающий до костей ветер но на этот раз пасмурная погода не влияла на настроение политического заключенного карла пайкса в недавнем прошлом молодого но уже довольно известного врача одной из клиник ганевера а ныне старшего санитара гигиенического института концентрационного лагеря бухенвальд жизнь такая загадочная штука что сколько не смотри пристально вперед все равно не увидишь того что ожидает тебя завтра в этой истине карл пайкс убедился на собственном примере застенчивый по натуре и напуганный бурными действиями фашистов наводивших старой доброй германии так называемый новый порядок молодой врач всячески избегал общественных выступлений и сторонился всего того что по его мнению могло скомпрометировать доброе имя нейтрального человека пайкс был далек от политики он мечтал о карьере хирурга и кандидатской диссертации но политика не осталась к нему равнодушной в один из зимних солнечных дней в операционную шумом вошли гестаповцы оставляя на розовом паркете грязные широкие следы сапог пайкса обвинили впрочем 30-х годах для ареста не требовалось серьезных проверенных обвинений достаточно было указать чернорубашечником на человека и сказать что он против нового порядка кто же наклеветал на него пайкс так и не узнал очевидно один из коллег по работе которому оказались не по душе таланты успехи молодого врача в камерах гестапо карл долго не задержался все его попытки возмущаться и говорить правду были остановлены кулаком и резиновой дубинкой на десятом допросе он махнул на свою жизнь рукой и в полубессознательном состоянии признал себя виновным во всех политических грехах и поставил собственную подпись под показаниями следователь поздравил пайкса с успешным окончанием следствия посоветовал ему пред быть таким же благоразумным и беречь свое здоровье потом ему зачитали приговор посадили в арестантский вагон и привезли в бухенвальд так он стал государственным преступником политическим заключенным на его голове от высокого алба до затылка простригли машинкой широкую полосу надели на него полосатый костюм катаржанина на куртку и штаны пришили четырехзначный номер который заменил ему имя и фамилию а под номером прикрепили матерчатый треугольник ярко красного цвета отличительный знак политически неблагонадежных прошло около четырех лет осенью 1941 года когда прибывшие из берлина высокое начальство стало спешно организовывать гигиенический институт специального назначения а пайксе вспомнили из огромной картотеки срочно извлекли его личное дело в котором хранилось подтверждение того что в прошлом он действительно был медицинским работником руки и ум хирурга оказались нужными и карлу пайксу политическому заключенному немцу по происхождению врачу по образованию доверили ответственный пост его назначили старшим санитаром однако годы проведенные в мучениях и страданиях не прошли бесследно для карла пайкса он как и многие другие немцы которые считали себя нейтральными и стремились отгородиться от общественной жизни уйти от политики столкнувшись лицом к лицу с фашизмом и пройдя через ад естаповских камер стал осознавать свои заблуждения и ошибки произошел серьезный поворот его жизни он начал думать правда этой способностью он отличался и раньше до бухенвальда все его мысли ограничивались медициной и узким кругом личных интересов а здесь он словно прозрел словно поднялся на ступеньку выше и оттуда посмотрел на мир на жизнь товарищ по несчастью вальтер крамер политзаключенный коллега по профессии исполнявший обязанности старшего лечащего врача в больнице для заключенных помог разобраться в хаосе международных событий найдя главное противоречие вокруг которых бушевали страсти и чем больше пайкс размышлял сопоставлял свое прошлое и настоящее тем сильнее становилась его ненависть гитлеровцам пайк стал антифашистом при помощи доктора вальтера с жаром включился подпольную борьбу сегодняшнее утро прошло у пайксона редкость удачно он перед самым приходом главного врача майора сс адольфа говина успел побывать в разных местах и сделать несколько дел на которые раньше приходилось тратить чуть ли не целую неделю и главным из них было то что он достал шонинги то есть больничные листки вчера вальтер крамер сказал ему нужно спасать русских офицеров и вчера бросили в малый лагерь им грозит смерть нужны шонинги пайкс поправил очки немного подумал ответил не раньше чем через три-четыре дня у меня нет даже бланков но ты постарайся встретимся у меня в отделении тяжелобольных а полчаса назад пайкс успешно изъял из сейфа бланки больничных листов сотня новеньких розовых бумажек хрустящих как пачка денег приятно оттягивала карман полосатых брюк впрочем бухенвальде шонинги ценились дороже денег каждая такая бумажка являлась драгоценностью освобождала ее обладателя от каменоломни где жизнь узников зависела от настроения надсмотрщиков давала право остаться в лагере давала короткий отдых теперь нужно было сделать главное выждать удобный момент когда майор говен отлучиться незаметно проникнуть в его кабинет и проштамповать больничные листки но судя по всему главный врач не собирается покидать кабинета старший санитар уже дважды заглядывал к доктору и оба раза видел одно и то же говен писал очевидно он работал на своей докторской диссертации такие часы бывали редкими ибо обычно майор большую часть дня проводил то в патологической лаборатории то в экспериментальном отделении где испытывались новые препараты или просиживал у химиков и биологов строго контролируя производство высокоэффективной сыворотки ротиусыпного тифа ее делали из крови заключенных заказы на сыворотку резко возрастали особенно много ее отправляли на восточный фронт судя по этому в частях победоносной армии фюрера свирепствовала эпидемия тифа сейчас биологи подготовили к отправке новую партию сыворотки оставалось только заполнить соответствующие документы эту процедуру всегда выполнял сам говен после получения выговора он стал подозрительным и не доверял своим помощником пайкс дважды докладывал говену о том что ампулы упакованы и готовы к отправке но тот не торопился уходить он писал пайксу ничего не оставалось как ждать ждать удобного случая и он чтобы не привлекать к себе внимание ссовцев которые шныряли по институту занялся переписыванием в толстый журнал сведений о наличии больных состоянии их здоровья и о числе умерших вдруг раздался телефонный звонок пайкс снял трубку адъютант коменданта лагеря бунгеллер пайке узнал его низкий грудной голос спрашивал говена доктор говен очень занят срочно передай доктору что его вызывает штандартенфюрер карл кох пусть сейчас же слышишь болван сейчас же явится коменданту будет исполнено пайкс отложил в сторону ручку спрятал в ящик стола журнал учета и в третий раз решительно открыл массивную дверь кабинета доктор говен в чем дело говен в белом халате надетом поверх офицерского мундира не сидел как несколько минут назад за письменным столом а стоял спиною к дверям и опершись руками о стену смотрел маленькое потайное окошко об окошке пайкс ничего не знал это было для старшего санитара открытием он и не подозревал что сидя в кабинете можно следить за работой в соседней специальной камере карл вы же знаете голос майора звучал раздраженно что в эти часы я никого не принимаю гер майор вас вызывает штандартенфюрер карл кох хорошо говен продолжал смотреть маленькое окошко его круглые желтоватые как яйца черепахи глаза блестели а по толстым губам блуждала самодовольная улыбка доктор но майор резко повернулся что еще он то штурмфюрер бунгеллер требует чтобы вы явились немедленно хорошо можете идти слушаюсь выйдя из кабинета старший санитар услышал как говен звонил по телефону долго что-то горячо доказывал а потом бросил трубку за время пребывания в гигиеническом институте пайкс хорошо изучил характер своего начальника когда у говена появлялось хорошее настроение он называл старшего санитара своим помощником именовал его по фамилии даже похлопывал по плечу в обычные дни майор ходил с безразличным выражением носовином лице и называл пайкса санитаром санитар сходи за анализами санитар проведи операцию легких и так далее но в те дни когда жидкие брови майора хмурились а уголки губ угрожающие опускались пайкс старался не попадаться ему на глаза говен не ругался как другие не бил не оскорблял нет он действовал каждого кто ему в это время был не по душе говен отправлял в крематорий частью узников работавших в институте такие дни выпадали редко послышала щелканье замка говен запирал ящики стола и сейфа через несколько минут он вышел пайкс вскочил с места и застыл вытянул по швам руки пайке я вчера отправил в лабораторию мокроту 40 кроликов кроликами говен называл подопытных заключенных майор быстро снял халат и бросил на руки старшего санитара чтоб к моему приходу на столе лежали анализы будет исполнена гер майор проводил глазами говена пайкс повесил халат на вешалку и взглянул в майор быстро шел главным воротам концлагеря за которыми в эсэсовском городке находилась резиденция коменданта пайкс не теряя времени достал из потайного кармана самодельный ключ и убедившись что никто за ним не наблюдает открыл дверь кабинета штамп как всегда находился правом верхнем ящике стола через несколько минут бланки больничных листов приобрели силу подлинных документов нужно было только писать личные номера заключенных до проставить даты освобождения пора было уходить но пайкс не спешил он решил разгадать тайну маленького кошка несколько секунд его душе шла борьба а что если окошко имеет сигнализацию поборов колебания пайкс отдернул маленькую темную шторку на кафельной стене вырисовывался квадрат смотрового окна под ним была кнопка пайкс нажал ее раздался щелчок и крышка открылась пайкс приник выпуклому стеклу и отшатнулся не может быть не может быть не веря глазам снова поглядел в окошко и мурашки побежали у него по спине за толстым стеклом за массивной стенкой шел чудовищно варварский эксперимент там задыхались заключенные желтыми туберкулезными лицами их было не менее сорока пайкс увидел что воздух в ярко освещенной камере очень мутен и ему стало ясно туда нагнетается какая-то мелкая пыль по упалым щекам мучеников струился пот оставляя кривые грязные полоски валившиеся глаза лихорадочно блестели одни с безразличным видом сидели на полу прислонившись спиной к стенке и покорно ждали конца другие еще боролись за жизнь они судорожно прижимали к носу и карту рукава или полы своих полосатых каторжных костюмов но очевидно пыль проходила сквозь редкую материю пайкс захлопнула кошка теперь все ясно свою докторскую диссертацию майор эсэс адольф говен писал на тему роль угольных частиц в новообразовании туберкулеза легких и задержки развития туберкулеза пайкс знал что над этой темой работает чуть ли не весь подневольный состав гигиенического института ученые полосатых каторжных костюмах химики биологи хирурги терапевты вкладывали в диссертацию говена свои знания свой опыт теперь пайксу стало понятно зачем по указанию говена для исследования отбирали здоровых узников хотя в лагере было много туберкулезных больных говен желал наблюдать за развитием болезни на всех стадиях в интересующих его условиях и вот для этого изверх в халате врача сажал специальную камеру узников чтобы они задыхались угольной пылью и заражали легкие эсэсовский доктор использовал людей как морских свинок и кроликов как подопытных животных пайкс ничем не мог помочь несчастным из камеры которая тщательно охранялась имелся только один выход на операционный стол и в крематорий хорошего настроения как не бывало радостное чувство удачи улетучилось опасная операция с больничными листками все попытки облегчить существование узникам показались пайксу до обиды мелкими и ничтожными он торопливо вышел из кабинета говена запер дверь и спрятал поддельный ключ но совершенно забыл о том что маленькая темная шторка на стене осталась не задернутой глава 17 откровенно говоря андрей был немного разочарован от встречи с представителями подпольного центра он ждал большего он хотел настоящей борьбы сложных заданий а ему предложили состязаться в боксе с зелеными особого проку в этом бурзенко не видел ну хорошо он будет биться на состязаниях приложил все силы и знания к тому чтобы побеждать а дальше что разве это дело для подпольщиков в то же время андрей видел что о нем именно о нем постоянно заботятся товарищи его перевели на еще более легкую работу он стал штабинистом то есть постоянным дневальным бараки в его обязанности входило совсем немного следить за чистотой порядком блоки утром уйдут товарищи на работу он подметет и протрет пол шваброй вымоет обеденные столы надраить до блеска бачки для супа кипятка а затем может отдыхать такие условия позволяли бурзенко сберегать силы и тренироваться хотя последнее было нелегко делать полуголодном состоянии он быстро утомлялся переутомление при плохом питании могло привести как говорят спортсмены к перетренировки а она выводит из строя поэтому андрей после каждого занятия мылся теплой водой и ложился вздремнуть на час-полтора сон восстанавливал силы но организм требовал также хорошего питания андрея ежедневно доставали лишнюю пайку хлеба добавочную чашку брюквенной похлебки но чувство голода по-прежнему оставалось постоянным спутником боксера шел сентябрь осень германии была солнечная теплая по небу плыли редкие облака в воздухе носились паутинки из-за колючей проволокой концлагеря дыхание осени чувствовалось особенно острым трава кое-где выступавшая сквозь камни и асфальт поблекла в темно зеленых кронах буковых деревьев которые гордо стояли на скверненной земле запрокинув кудрявые головы к небу виднелись блеклые желтые листья они появились как иногда появляется седина у людей неожиданно за одну ночь казалось что ужасы концлагеря коснулись и деревьев андрей бурзенко часто любовался величественными лесными богатырями буками и вязами напоминавшими ему юг родную среднюю азию там дома он любил в знойные дни отдыхать по тенью широколистных чинар и карагачей как давно это было одно дерево старый кряжистый дуб пользовалась особым уважением заключенных под ним сотню лет назад любил отдыхать великий поэт гёте узники особенно немцы с грустью показывая дуб новичкам рассказывали связанные с ним предания и легенды согласно одной из них гёте сказал герцогу карлу августу германия будет жить до тех пор пока будет жить этот дуб а эсэсовцы чтили исторический дуб по-своему они всегда устраивали под ним массовые экзекуции и казни это место и выбрали уголовники для боксерских состязаний за три дня до них начала батыр каримов сказал андрею сегодня тебя вызовет к себе староста товарищи тебе подарок приготовили и ушел со своей группой на работу подпольный центр устроил каримова на военный завод гусловерки который находился рядом с концлагерем андрей искренне завидовал земляку там на военном заводе советские пленные рискуя жизнью портят станки выводят из строя ценное оборудование там на заводе люди борются там фронт каримов рассказал что последний месяц поток брака вырос на много процентов эсэсовцы выбились из сил но найти причины этого не могут а заключенные специалисты утверждают что виной низкое качество стали андрей мыл шваброй пол когда его окрикнул староста барака андрея зайди ко мне в коморке альфреда бунцеля сидел костя сопрыкин тот самый кости моряк который еще в вагоне эшелона готовился к побегу костя бурзенко порывисто шагнул другу андрюха братишка они обнялись расцеловались а ты ничего пошутил андрей хлопая костю по его крутым плечам крепок только вот седины много фрицы покрасили на всю жизнь отшутился костя и сразу перешел к делу андрюха получай по распоряжению центра выдаю тебе из нашего неприкосновенного запаса миску сливочного масла сливочного масла переспросил андрей не веря своим ушам самого первосортного костя взял со стола алюминиевую миску и снял с нее крышку вот оно позаимствовали у сс-овцев без отдачи только ты сразу не набрасывайся живот заболит а зачем оно мне облизывая губы спросил андрей есть более нуждающиеся вот что братишка костя положил руку ему на плечо приказы не обсуждают а выполняют знаешь продолжал он как бы я хотел быть на твоем месте как бы я хотел зеленых публично чтобы все видели по морде по жирной морде костя подвинул свою табуретку ближе к андрею стал рассказывать о себе сразу же после прибытия бухенвальд он попал в особую рабочую команду которая обслуживала крематорий и знаменитый бухенвальдский хитрый домик жила команда прямо на территории крематория периодически она поголовно истреблялась и на ее место набиралась новая андрей узнал что крематории не только сжигают трупы одновременно он служит местом расправы ежедневно вечером к воротам крематория подъезжала крытая машина обреченных высаживали и велик небольшой калитки едва человек переступал порог как под ним открывался люк и он падал подвал крики и вопли заглушал рев мощных вентиляторов внизу узника ждал палач или его помощник бандит вилли они били жертву по голове специальными молотками из дубового дерева обреченный терял сознание его подносили к стене и вешали на крюк а в стенах подвала было сорок восемь крюков тела висели по нескольку дней потом приходили уборщики из особой команды в которой был и костя снимали трупы грузили на лифт и поднимали к печам 6 печей за час сжигали 18 трупов в сутки более 400 там же в подвале имелась специальная газовая камера но в ней кости не был и устройство ее не знает а наверху у печей орудовали зеленые они старательно просеивали залу эсэсовцы подозревали что их жертву последний момент глотали драгоценности андрей молча слушал костю и его кулаки гневно сжимались привезли однажды английских летчиков я их сразу узнал по форме рослые ребята как на подбор что наши черноморцы я на них через окошко смотрел построили беднях во дворе крематория эсэсовцы значит как положено вокруг с автоматами сердце у меня защемило от жалости через час-другой придется грузить их в лифт а как помочь как сказать англичанам что они последние минуты живут воздухом дышат смотрю эсэсовцы сбились кучку пошептались между собой и двое ушли возвратились они скоро с посылками которые для заключенных красный крест присылает и что ты думаешь охранники оставили одного эсэсовца караулить а сами сложили автоматы на земле и пошли делить посылки кому шоколад кому консервы у меня от радости все внутри полыхнуло но думаю сейчас начнется оружие рядом и лежит оно ближе к летчикам чем к охранникам я про себя решил возьмутся англичане за оружие первым к ним на выручку брошусь но проходит минута вторая стоят они и все между собой разговаривают хватайте братишки хотелось крикнуть им хватайте автоматы умирать так с музыкой нет стоят подозвал я одного политического из нашей команды уборщиков фишем зовут а фиш мне говорит конечно они знают что их ожидает я сам слышал как начальник конвоя сказал что он их привез прямо из веймарского гестапо где им приговор о смертной казни зачитали я опять к окошку стоят бедняги сосчитал 36 парней двое не в английской форме вроде американская брюки с напуском 36 здоровых сильных и автоматы рядом видят же куда их загнали не слепые и труба дымит и трупы кругом на тележках и так штабелями сложены и запах чему их там только в армии учили костя выругался а потом что потом как телков на бойне из особой команды крематория сопрыкина удалось бежать он познакомился с одним поляком который ежедневно привозил трупы умерших из малого лагеря кося узнал что поляк крестьянствовал под львовом в бухенвальд попал за то что зарезал свою свинью без разрешения местной управы по просьбе кости он принес ему полосатый костюм и номер одного умершего русского этот костюм моряк несколько дней носил под своей форменной курткой ждал удобного случая и ему удалось проскочить в рабочую команду малого лагеря под чужим номером он живет и сейчас оттуда из малого лагеря меня товарищи политические переправили госпиталь а там столкнулся с пельцером ты помнишь его песни пел в вагоне он там фигура выручал меня он госпитале подкормил костя хотя и знал что старик был знаком с морем только по пляжу с восторгом называл пельцера черноморцем братишкой морской душой это была высшая похвала в устах севастопольца из госпиталя свои перевели на кухню в камбус правда не в качестве кока а так подсобным рабочим кочегаром это мне ближе не раз кочегарил закончил костя андрей слушал моряка сам думал о летчиках неужели все так и было не хотелось верить андрей мысленно представил себя на их месте нет он никогда бы не упустил такого момента никогда уж он то знает что надо делать с оружием когда она рядом лежит а вчера к нам кочегарку немка заглянула жена коменданта снова заговорил сопрыкин в офицерской форме в сапогах в руке хлыст осмотрелась приказала что-то по своему охраннику тот к нам фрау эльза говорит жарко у печки надо рубашки снимать пришлось скинуть робу моряк замолчал потом встал и заторопился засиделся я у тебя еще искать будут кося на прощание по медвежье обхватил андрея и попытался оторвать его от пола но как он не пыжился поднять боксера не смог селе он братишка селе он андрей напружил мышцы и легко поднял костью над головой вот так надо пусти задушишь борзенко осторожно поставил костью на пол глава 18 в субботу как обычно карл кох в сопровождении помощника лагерфюрера эриха гуса на штабной машине медленно объезжал всю территорию концлагеря останавливаясь чуть ли не у каждого барака штандартер фюрер был не в духе последние известия с восточного фронта омрачали его еще один город отдали большевикам от придирчивого взгляда коменданта не ускользала ни одна мелочь он проверял чистоту унитазов заглядывал под нары тыкал пальцем в оконные стекла скоблил ногтем по обеденным столам сорок пятом блоке ему показалось что пол недостаточно выскоблен кох влепил пощечину застывшему старости блока а санитару велел всыпать 25 палочных ударов у дверей 20 барака несколько немецких заключенных уборщиков лагеря сооружали из обломков доски небольшую скамейку чтобы в редкие минуты отдыха не сидеть на сырой земле кох притормозил машину узники оторопев вытянулись по швам кто разрешил подбежавший лагерь щуце отрапортовал староста лагеря гэр полковник убрать яволь рякнул полицейский побежал выполнять распоряжение кох поехал дальше он объезжал каждую улицу большого лагеря заходил во все бараки побывал в мастерских прачечной кузне бане осмотрел подсобное хозяйство на отдаленной поляне за малым лагерем комендант остановил машину группа уголовников под руководством трумфа вкапывала в землю толстые сосновые колья и между ними натягивала веревку что это а ринг герр полковник торопливо объяснил помощник лагерфюрера здесь свободные часы немецкие криминальные заключенные будут бить русских политических штандартерфюрер вылез из машины гус поспешил за ним кох подошел к самодельному рингу потрогал веревки усмехнулся фраза густо бить русских политических ему явно понравилось он скользнул взглядом по рослым уголовникам по их мощным бицепсом повернулся и быстро зашагал трумф вопросительно посмотрел на густо тот махнул рукой продолжай сегодня весь лагерь взбудоражен и гудит как растревоженный улей рано утром с быстротой молнии все русские бараки облетела весть немцы на восточном фронте потерпели еще одно поражение разгромив фашистские танковые полчища в районе курской дуги советская армия перешла в новое наступление андрей эту новость узнал еще ночью перед самым рассветом его растолкал батыр он с вечера куда-то ушел и вернувшись разбудил земляка андрей зашептал он по узбекски наши наступают взяли орел проснись наши наступают андрей недоверчиво посмотрел на каримова это ты перед боем меня ободряешь преемник не врет вспыхнул батыр и сразу осёкся потом быстро зашептал это военная тайна но тебе доверяю ночью наконец собрали приемник понимаешь наш радиоприемник мы слушали москву слушали сообщение советского информбюро андрея внял каримова это правда клянусь ферганой бурзенко вскочил на ноги и хотел от радости закричать на весь барак пусть каждый знает о нашей победе но батыр успел шершавой ладонью закрыть рот товарища джины сатана ляж у каждой стены есть уши предателя с утра сразу же после завтрака к андрею приходили друзья и каждый по-своему стремился подбодрить и вдохновить его гарри метельдорп принес новые брезентовые тапочки подарок тебе от всех ребят из сапожной мастерской костя сопрыкин забежал на минутку и чтобы никто не увидел вытащил за пазухи выглаженные белые трусы почти новые вы меняли за три пайки хлеба а перед самым состязанием неожиданно появился лагерный полицейский объявил номер 40 тысяч девятьсот двадцать два вызывается в ревер товарищи переглянулись провал предательство надо идти андрей стал и направился к выходу следом за ним двинулась группа советских военнопленных в ревере андрея проводили в кабинет соколовского пельцер дружески подмигнул вышел из кабинета и остался караулить возле дверей да вы садитесь садитесь соколовский придвинул табуретку сюда к столу борзенко сел на край табуретки соколовский открыл шкаф вытащил из-за различных склянок с лекарствами небольшую бутылочку и вылил из нее в стакан какую-то прозрачную жидкость на те выпейте сказал он это даст вам силу андрей встав старался говорить как можно мягче простите доктор но я не употребляю допингов мне возбудитель не нужен это не возбудитель нет нет соколовский замотал головой это сахар самый настоящий сахар 100 граммов сахара и столько же воды сахар удивился андрей как давно он не произносил это слово он кажется забыл как она звучит да сахар в карих глазах соколовского светились доброта и забота мой немецкий коллега вчера выменял у охранников на мой портсигар пейте мы желаем вам только победы андрею вспомнилось как дома в ташкенте перед каждым боем он выпивал стакан прохладного ароматного виноградного сока борзенко взял стакан жидкость была теплой густой осторожно боясь пролить хотя бы каплю он перелил бутылочку содержимое стакана оставил на дне несколько капель что вы делаете доктор я смогу драться без сахара а здесь есть люди которым один глоток глюкозы возвратить жизнь отдайте им потом налив стакан из графина воды и поболтавые выпил вода показалась необыкновенно сладкой глава 19 воскресный день которого с нетерпением ожидали уголовники выдался на редкость теплым солнечным к назначенному часу в дальнем конце лагеря возле группы буковых деревьев и великана дуба стали собираться обитатели бухенвальда первых рядах вокруг импровизированного ринга прямо на земле уселись зеленые они чувствовали себя хозяевами положения сегодня они перед тысячами узников так сказать публично покажут что такое высшая арийская раса сила есть сила и нации обладающие этой сверх силой призвана править миром а тот кто не согнется перед ней будет сломлен а тысячи советских военнопленных и узников других национальностей пришли сюда чтобы увидеть неизвестного русского смельчака решившегося выйти на поединок с уголовниками на поединок со своей смертью на самодельном ринге хлопотал судья политзаключенный француз шарль рамсель один из старожилов бухенвальда в молодости он несколько лет боксировал на профессиональных рингах и выступал в качестве судьи первым на ринг вышел жорж появление которого зеленые встретили оглушительными аплодисментами уголовники его побаивались и уважали за силу он был их кумиром они утверждали что жорж был чемпионом германии жорж рисуясь прошел через весь ринг своему углу он не сел на табуретку услужливо подставленную секундантом и поднял руку раскланялся перед публикой боксер профессионал оказался в своей стихии им нельзя было не любоваться широкоплечий стройный молодой под нежной атласно-белой кожей буграми перекатываются послушные мышцы каждая из них таит в себе запас взрывной энергии глядя на его холеную тренированную фигуру тысячи заключенных лишний раз убеждались в том что жорж и ему подобные не прогадали выбрав бухенвальд вместо восточного фронта жорж искренне верил фашистскую теорию сверхлюдей считал себя чистокровным арийцам рожденным для повелевания над представителями низшей расы он был на хорошем счету у эсэсовцев и добросовестно служил им своими тяжелыми кулаками в бухенвальд он попал почти добровольно не захотел ехать на фронт однако в трусости упрекнуть его не мог никто ибо жорж не боялся смерти причины дезертирства были более глубокие спортсмен как это не парадоксально боялся не гибели а увечья ранения и не без основания что ожидала после войны однорукого боксера или безногого бегуна жорж думал всю ночь и к утру решил что за колючей проволокой он сумеет сохранить и руки и здоровье придя к такому выводу жорж по его выражению наломал дров в одном из нацистских комитетов он набросился на своего руководителя крупного фашистского спортивного деятеля и избил его но давая волю кулакам боксер перестарался пострадавший поднял большой шум жоржа судили вместо ожидаемого легкого наказания ему пришили как он говорил политику и отправили на пожизненное заключение бухенвальд но несмотря на такой суровый приговор жорж лелеял надежду на амнистию после победы гитлера о войне жорж появился на ринге в черных шелковых трусах широким светлым резиновым поясом трусы украшала эмблема черная фашистская свастика писаная в белый круг на ногах жоржа были белые кожаные боксерки в этом наряде он выступал на многих знаменитых матчах андрей вышел на ринг грустно размышляя три года назад до войны он страстно мечтал попасть сборную команду боксеров советского союза и выступить международных соревнованиях кажется его мечта сбылась но разве о таком международном матче он мечтал появление бурзенко зеленые встретили холодно но задние ряды где разместились политические дружно аплодировали и шум рукоплесканий нарастая широкой волной катился к рингу у андрея прежде было не менее красивое и тренированное тело чем у жоржа он и сейчас широкоплечье строен но на могучей груди четко обозначились ряды ребер под тонкой загорелой кожей просвечивались косые полосы мышц сухих плотных и настолько рельефных что по ним хоть изучай анатомию человека удобое истощение казалось сделали андрея и ниже ростом и слабее кто-то из зеленых выкрикнул жорж бей осторожно а то скелет развалится го-го-го ха-ха-ха прокатилась над первыми рядами андрей взглянул на своего противника на массивные кисти его рук тщательно забинтованные эластичным бинтом и ахнул эх голова садовая был больницы а бинты попросить забыл как же теперь из задних рядов настойчиво протискивался к рингу костя сопрыкин на него шумели цикали но ну прямо лес пропустите пропустите едва жорж вышел на ринг сопрыкин подметил на его руках бинты а своему подопечному он их не достал кости моментально сбегал больницу видя что к рингу все равно не пробраться костя протянул бинты впереди сидящим передай русскому боксеру бинты поплыли над головами вскоре их вручили секунданту андре гарри матиль дорпу он начал быстро бинтовать кисти рук товарища бурзенко с благодарностью кивнул ему головой судья шарль рамсель старался соблюсти весь этикет международных соревнований в центре ринга он расстелил белое полотенце и на него положил две пары боксерских перчаток потом подозвал к себе секундантов и подбросил монету разыграл право выбора перчаток она досталась секунданту жоржа тот долго ощупывал перчатки мялых и наконец взял одну пару вторую подал гарри рамсель тщательно проверил шнурок у перчаток следят чтобы шнурки были завязаны у большого пальца так требует правило потом обратился к секунданту жоржа боксер готов боксер готов ответил секундант первый раунд торжественно объявил шарль и сразу же раздался удар гонга которым служил кусок железа висевший на одном из кольев возле него сидел секундами три с песочными часами взятыми из эсэсовской амбулатории жорж вобрав голову у плечи ринулся вперед как таран в маленьких глазах его сверкали огоньки он жаждал боя хотел скорее отплатить этому русскому осмелившемуся выйти с ним на поединок жорж обещал своим дружкам показать настоящий класс бокса и он его показал бойцы сошлись на середине ринга едва они сблизились жорж сразу без подготовки без разведки обрушил на андрея целую серию атак это были не беспорядочные атаки новичка не нападение потерявшего самообладание спортсмена нет жорж пустил в ход сложный каскад продуманных и отработанных многолетними тренировками комбинаций каждая из которых включала в себя серию из пяти шести разнообразных ударов перчатки словно черные молнии замелькали в воздухе жорж бросил бой как говорят спортсмены свои главные силы стремительно наступая он учитывал что противник знает тактику и обладает высокой технической подготовкой но к матчу подготовлен слабо голодный рацион сделал свое дело на это и рассчитывал волк профессионального бокса это была его основная ставка жорж стремился бурным натиском деморализовать соперника сломить его волю заставить беспорядочно отступать потом не давая ему опомниться преследовать загнать в угол ринга и несколькими сильными ударами подавить всякую попытку к сопротивлению андрей понимал все это натиск жоржа был ошеломляющим руки его работали словно рычаги автомата андрей едва успевал защищаться подставляя под тяжелые удары перчатки плечи предплечье он защищался с большим искусством и внимательно следил за жоржем по едва заметным движением его плеч повороту корпуса перестановки ног андрей угадывал момент следующего удара и мгновенно принимал меры к защите он нырял под бьющую руку умело приседал так что перчатка противника проходила над самой макушкой чуть касаясь волос отклонялся в стороны заставлял жоржа промахиваться или мгновенно переносил весь тело на правую ногу как бы делая отклон назад и кулак противника метивший подбородок бил воздух андрей ждал что атаки вот-вот кончатся противник выдохнется проходили минуты вихрь ударов не бивал окажется возрастал отдельные удары иногда стали прорываться сквозь защиту принимать удары на себя делая вид будто они не чувствительны чтобы обмануть противника было рискованно когда-то андрей не раз применял этот далеко не блестящий но эффектный прием но тогда все складывалось по-другому его женка был другим сейчас не до эффекта отвечая на шквал ударов редкими прямыми ударами левой только одной левой андрей стремился выскользнуть из сферы боя дальнейшее пребывание на дистанции удара становилось опасным жорж понял отход андрея по-своему и ринулся за ним борзенко отступил быстрыми скользящими шагами всем показалось что он избегает сближения избегает боя русский трусит завопили зеленые добивай его бей доходягу но отступление в бою на ринге не бегство а тактический прием маневр русский отходил не назад а в сторону отходил так что за его спиной были не канаты а большая часть ринга свободное пространство широкое поле действий и маневров и андрей умело маневрировал оскользал заставлял жоржа часто промахиваться зрители слабо разбирались в тонкостях боксерского искусства они видели что наступает джорж атакует джорж значит он хозяин ринга он хозяин положения в рядах зеленых стоял шум бандиты буйно выражали свою радость криками подбадривали своего боксера политические смотрели молча и болели за андрея особенно остро переживал костя сопрыкин когда подошли левшинков симаков и кюнг и спросили как идет бой костя безнадежно махнул рукой и только некоторые заключенные понимавшие толк в боксе сидели как завороженные перед ними на этом примитивном ринге разворачивался один из самых красивейших поединков какой когда-либо им приходилось видеть даже на крупнейших международных встречах два бойца разные по внешнему облику темпераменту и характеру представляли собой различные боксерские школы темпераментный и упорный в достижении намеченной цели жорж являлся типичным представителем западного профессионального спорта его стратегия основывалась на четко разработанном плане боя в основу которого легли строго подобранные тактические элементы состоявшие из целого ряда хорошо отработанных и доведенных до автоматизма серии ударов его стратегия основывалась на четко разработанном плане боя в основу которого легли строго подобранные тактические элементы состоявшие из целого ряда хорошо отработанных и доведенных до автоматизма серии ударов. Руки, натренированные годами, работали как рычаги машины. МОС выполнял роль не руководителя, а скорее контролера, который следил за тем, чтобы все части машины работали слаженно, четко, ритмично и неукоснительно выполняли принятый план. Никаких отклонений, никаких изменений. И казалось горе тому, кто попадется под эти рычаги живого автомата. Андрей представлял советскую спортивную школу в противоположность Жоржу. Он был глубоко убежден, что успех на ринге, так же как и победа в шахматном поединке, приходит к тем спортсменам, которые в ходе сражения, в ходе постоянно меняющихся ситуаций сумеют разгадать замысел противника и противопоставить им свой замысел более эффективный. Андрей верил, что бокс это искусство, искусство боя. И как всякое искусство, он не терпит ни шаблона, ни подражаний, ни тем более заранее подготовленных схем. Сохраняя, насколько это возможно, в бою хладнокровие, Андрей уже к середине первого раунда знал все тактические приемы противника и его технику построения серийных ударов. Они, чередуясь друг с другом, непрерывно повторялись. В бурном каскаде ударов Андрей увидел, о чем читал в учебниках бокса, в книгах воспоминаний ветеранов ринга. Увидел то, о чем неоднократно рассказывали тренеры. Жорж действовал шаблонно. Начал комбинацию, он обязательно стремился проводить ее до конца, вне зависимости от того, доходят удары до цели или нет. Этим и воспользовался Бурзенко. Он быстро приспособился к манере Жоржа, угадывал начало очередной серии ударов и мгновенно находил наиболее выгодное защитное контрдействие. Таким образом, отступая, делая шаги то вправо, то влево, он предупреждал и обезвреживал почти все удары Жоржа. И в то же время, защищаясь, успевал наносить удары сам. Они были редкими, но точными.